В общем, мы с вами дошли до самого старого достопримечательства этого города и вообще считается, что это самое старое сооружение из камня, созданное в Соединенных Штатах на территории Северной Америки. Вроде как. Это форт Кастильо де Сан Марко. Он построен в 1695 году. Находится он в таком живописном месте, рядом с заливом. Там дальше уже открытый Атлантический океан, пляжи. Вот если смотреть между этих двух пальмах. Так, вот у нас идет касса. Билет стоит 10 долларов. Тебе дают билетик, чек. И вот такую схему этого форта. Кастильо де Сан Марко. Здесь какая-то информация. Вообще история всего этого дела. И вон там уже вход. Вот такой вот дядька нас встречает. Вот в таком историческом костюме. И мы заходим. Понятно, что форт это оборонительное сооружение. И вот в бойницах торчет где-то 5 или 6 пушек старых. Снова такой вот вход, подъемные ворота. В случае осады они поднимаются, закрываются. И вот мы заходим. Это древние заведенницы. Вот здесь, здесь какие-то сразу казармы мы входим. Видимо, вот так вот спали солдаты. Ну, немножко на нашу армию похоже. Я на таких же спал. Здесь такой, здесь прям как, я не знаю, как здесь спать, как тюремная какая-то. Там камин, да, стол, один на всех. Ну, такие удобные матрасы. А это вот, наверное, они когда спали, они туда мобильники убирают вот эти вот больницы. Но вот когда спишь, лазишь, в интернете перед сном, а потом засыпаешь, вот туда телефон кладешь и все. Вот здесь камин. Здесь еще одна комнатка с какими-то историческими просто справками. Так, это тюрьма, походу. Блин, не видно ничего. Там закрыта, к сожалению, комната, но там видно просто сырой пол земляной. И вот, наверное, как вот, если вот здесь вот где-то сверху стену построить и без окна, то вот такой вот уголок будет с земляным полом. Ну, в общем, это тюремная камера. Здесь, опять же, камин. А, это, видимо, еще какие-то надписи выцарапанные. А, ну, их либо вообще просто все. Это уже, наверное, здесь современники накорябали что-то. И эти стекла поставили в целых в цели защитить стену. Но вряд ли это делали еще в те времена люди. Внутренний дворик этого форта. Это, наверное, колодец. Его крышку ядра прижимают. Так, ну, сейчас такой обзор вообще, как внутренняя территория форта выглядит. Это какие-то старые пушки, что ли? Нет. Не, да, пушка. Уже сломанная. Может быть, ее там после военных действий она пострадала. Такой оторванной крови у нее. А вот как оборона выйдет. Такая импровизированная сцена боя. Оборона форта. Вот там стоит человек, указывает, куда палить. Заряжающие все дома. Так, здесь ребят кинотеатр. Рассказывают про форт. Я шуметь не буду, мешать людям просто. Интересно. Снова внутренний дворик. О, здесь вот представленный мушкет какой-то, я смотрю, торчит. Того времени, из которых стреляли. Нифига, как они его вообще держали. Он огромный. Там, наверное, вес. Такая внушительная пушка. Офигенно. Но они даже не носили. Это все вместе вот так вот работает. То есть подкатывали вот эту вот колесницу. И здесь вот уже эта пушка установилась. Но она влево-вправо не ходила. То есть это я, наверное... Всю эту конструкцию надо было двигать, чтобы точно выстрелить, там, навести пушку влево или вправо. Несколько человек, наверное, вот тут. Так, вот. Орудия, да? Кербом. Ручки. И вот все, что было нужно, чтобы зарядить. Так уже. Что там в руку нет, да? Пороховые какие-то заряды там. Здесь у меня что было? А, это туалет. Дырки. Вот так вот туалет выглядит. Дырки и все. Ну, это все зарыли, конечно. То есть под лестницу ходили. То есть так про себя говорили. Мне нужно сходить под лестницу. Ну, как? Сверху вид. На внутренний двор этого форта. Вот. Сан-Чарли Бастион. С установленными орудиями. Ну, мы видели эту сценку. Вот такую игрушку. В той башне как раз был, видимо, направляющий офицер. Наблюдающий. Вот здесь вот эти оружия заряжались. А посмотрите, какой вид у них был, да? То есть ты воюешь. Еще вот такими прекрасными видами любуешься. Чайки летают. Да, вода голубая, чистая. Но здесь так, конечно, он грамотно очень построен. Потому что вот видите, да? Вот там берег идет. Здесь как бы кусок суши. И вход он только один-единственный. Вот там вот напротив, куда могли корабли заплыть. И, естественно, форт с таким образом устанавливается, что все входящие в эту бухту корабли можно было с помощью оружия остановить. И не допустить города. Рядом. И какие-то стены. Хорошие. В общем, такое. Вот так вот выглядит самое-самое-самое-самое старое здание Америки. И что такое залог-мобиль прикольный? Крытая машинка. Форс? Что это такое? Не знаю. Нет, это Альфа-Ромайо старенькая. Классная. А это мы уже идем мимо жилых домиков. Посмотрим, как в Санкт-Августине живет среднестатистический американец. Ну, прикольно тут. Очень уютненько. Красивые дома. Маленькие такие. Одноэтажные, но широкие. Это вот очень нам с Танюшкой нравится, когда вот так. Какие здесь деревья у них стоят, пересходим. Дом садовника. Заразный видит. Огородник все засадил. Даже дома не видно. Ой, что это? Листва нападала. Пальмовые. Живая музыка в кафе. Такой в кантри стиле дядечка поет. А он, походу, рейтер. Скарлетт Ахара. Вот так вот. Ребята, улочка с частными домами, которые напротив прям залива, там, где яхт. Блин, как здорово. Вот такие вот домики. Нравится вам? Мне, да. Очень уютно. Вот там у Тригорик, лавочка какая-то маленькая стоит. Вот такой. Очень красиво. Домики у людей здесь. А вот здесь вот расквартирована национальная гвардия. Это бараки. Вот такие вот на берегу. Там уже современные орудия стоят. Вот под флагами, если видно. Сан-Францис-Паракс называется. В общем, вот здесь тоже какие-то орудия стоят. В общем, это военная инфраструктура здания. В таком вот уютненькой улочке рядом. Вот же, самый старый дом. Вообще. Вот он. Самый старый дом. То ли в Сан-Августине, то ли вообще в Америке. Ну вот и название об этом говорит. The Oldest House. Поехали мы посмотрим, когда он там вообще. С 1600-х годов он здесь. Представительно скоро. А дерево что, тоже тех времен что-то? Как-то. В общем, вот старейший домик. Вон закрыт сегодня. Вообще, это музейный комплекс. Там что, во дворике есть. Сегодня, видимо, не работает. Блин, а где-то здесь должно даже какой-то застрять пуля. Я что-то читал такое. Сейчас мы посмотрим. Вообще, открыто написано с 9 до 5. Сувенирная лавочка. Так, вот мы зашли в музей самого старого домика. Билетики нам обошлись по 7 долларов на человека. А по 8 долларов на человека. Вот тут приходишь. Уже начинается какая-то экспозиция. Не знаю, во дворик, наверное, тоже можно выходить. Так, что у нас здесь? Вот такие модные тапочки. Так, как не испортилось-то эти овощи-то у вас здесь. Лежат кукурузицы вот. Коровий череп. Опа. Что-то не звучит. Мушкетка, менюк какая-то. Не знаю, что там они делали. Короче, вот, ребята, стоимость музей. Здесь нас на какую-то экскурсию подписывают. Короче, мы там купили, берут. Пока ходили экспозицию, смотрели. Ушла тетка какая-то, говорит. Сейчас у нас тур начинается. Вот она взяла всю толпу. И куратором там повела их рассказывать. Блин, ребят, походу, внутри не надо, нельзя снимать. Вот. Ну, при входе, вот здесь, вход в этот дом, все туда сейчас зашли. Она рассказала, что вот здесь вот добивали воду из этого колодца. Но она была грязная. Вот здесь вот вода грязная. Вот. И это такой, как бы, самодельный фильтр, через который проходит вода ее там капнами. И она уже очищается. Как раз снимал вот эту вот штуку. Показывал, что вода здесь вот такая, чуть-чуть не черная. Ну, вот. Ну, здесь как-то система фильтрации древняя была сделана через вот камень. Она проходит через песок. Вот. И уже сюда попадает через водитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончилось, короче, это. Ну, нудная экскурсия по этому домику. Но еще одна, в самом деле, особенного, что-то, блин, я думал, прикольно будет. Она рассказывала просто, что-то было, какие хозяева было. Ну, в общем, фигня какая-то. Вот. Походили, посмотрели. Я, конечно, втихаря нам снимать не разрешили, но вот эти вот кадры, которые были молчаливые, да, это я там как-то из-за спины и так далее. Ну, хоть просто, чтобы вы имели представление, как этот дом выглядит. Ну, реально ничего особенного. Там, говорили, на первом этаже таверна была. Там солдаты бухали, потому что вот это вот здание, это бараки, да. Вот. И они прямо ходили туда напротив. И хозяева бывшие устраивали там, скажем так, таверну для выпивки. Вот. В общем, ничего особенного. Старый дом какой-то стоит весь там, сделан из того же кирпича или как из камня, который мы видели, когда по форту гуляли. И вот, честно, по этому дворику ходим. Вот тут какие-то тоже. Рублема логотипа старый. Геральдика, короче говоря. Вот. В общем, вот такой вот у них здесь дворик. Такой день. Сам вот этот домик стоит. Здесь брусчатка. Ну, пойдем посмотрим. Тут вроде что-то как-то можно бродить. Так, это что? Это какая-то старая кухня здесь, наверное, готовили. Прикольные статуи стоят, девушки. Смотри, роза нырвала. Сорвала голубого бутончика роза и нюхает стоят. Так. В общем, тут все еще этот дворик. Здесь какие-то туалеты есть. Вот что я искал. Тут еще от каких-то старых боевых действий в здании застряло, как это называется, снаряд. Ядро. Вот специально его так оставили. Здесь не стали вытаскивать. В общем, в этом самом старом доме Сан-Августина разводняк какой-то. Мы себя почувствовали какими-то такими обманутыми. Ничего там прикольного, интересного есть. Какие-то истории. Ну, жил кто-то там, как использовался. Ну, даже снимать нельзя. Я понимаю, я бы хотя бы там внутри можно было снимать. Вот. Показать там. И то нам показывать особо нечего. Ну, вы видели, я там, конечно же, поснимал. Не стал я ее запрету слушать так маленько. Вот. Ну, и, блин, за что там деньги брать? У меня по 8 долларов человека. Пять минут что-то там она затерла. Там вот жрали, тут спали. А здесь дантист жил раньше. А здесь еще кто-то. А вот здесь они бухали. И все. Ну, разводняк. Ну, правда. Не ходите вы в этот старый дом. Езжайте к бабушке на дачу. В сарай зайдите. И то прикольнее будет. Отвечаю. Или на чердаке где-нибудь там. В деревнях. А это что-то какая-то хрень вообще. Старый дом. Проклятый старый дом. Вон, вон, люди живут. Вот сейчас посмотрите. Вот люди живут. И то прикольнее. И на халяву. Вы кто по профессии? Сейчас он выйдет мне и расскажет, что он по профессии. И все, блин, экскурсия, пожалуйста. Как давно вы здесь живете, да? Ой. Вот в этот дом. И то бы он поинтереснее было сходить. Вон тут ленты полицейские. Все перетянуто. Там запреты полицейские. И ты какие-то висят. Там такой какой-то весь заброшенный. Такой какой-то мистический. Может быть там. Может там какой-то маньяк. Просто всех замочил. Я не знаю. Что-то такое. А может привидения живут. На продажу стоит. Ну, там полицейские. Ну, вот после таких вот ленточек. Вот этих вот полицейских запретов. Я, короче, не очень хочу такой домик покупать. Ну, это же очевидно. Там какая-нибудь хрень случилась. Не, ну, может он продается там, знаешь, за пару рублей. Пару тысяч долларов. Такой жуткий дом-то. Ну, и представляешь, сколько и как-то там будешь спать. Сидеть в углу, обнявшись коленями и трястись, наверное. Вот так. Какая-то птица носится вообще бесстрашная. Вообще ей пофиг. Ну, так сваливает смешно. Так, что, а мы здесь были. Это вот ресторанчик мы проходили. Вот тут. Пойдем в ирландский Пап. Пойдем. Сейчас далековато, но скоро. А вот тоже какие-то немецкие, американские. Мне кажется, и здесь наливают. Вот ирландский плак. Пойдем в ирландский плак. Короче говоря, ребят, привлекли нас все-таки ирландские флаги. Близость дня 100-го Патрика. Не смогли мы отказать себе возможности зайти сюда. Сейчас мы пойдем, сядем на верху и покушаем. Вот он, Механс Пап. Пойдем в него зайдем. Такое вот прикольное местечко. Так, вот такой вот тут общий облик. Сейчас мы пойдем все равно на... Так, ребят, привет. Все-таки мы остались в Акапабе. Как я уже говорил, речь и наша семья Убер пила уже, наверное, давным-давно сделала. Мы не стали ничего экспериментировать. Зали просто Геннесс и вот такой бургер. Огромный, такая котлета, я не знаю, сколько она... Ну, сантиметра два. Сверху блюй-чизер расплавленный. Огуречек, знаете, такой соленый. Вот. В общем, вот такая огромная булка. Я не знаю, не, я ее откушу, это нужно им все-таки кусать. Так что это, может быть, будет выглядеть не очень, но я думаю, что будет очень вкусно. Вкусно? Вкусно. Ну, давай, я тоже хочу попробовать. Тоже пипец, фантастик. Ну, что, чирс? Давай. Ребят, ваши здоровья. Приятного аппетита. Продолжение следует...